Привет! Сейчас купили в ленте ФА 750 мл вот с таким дозатором, потому что надоело без дозатора покупать гели для душа. Это именно с черничным йогуртом. Вкус сейчас они по акции 189 рублей до 1 сентября, поэтому кому надо, взяли из-за дозатора. Потому что реально надоело. Будем пользоваться. Я не знаю, конечно, какое будет по качеству. Первый раз беру, но вот 750 мл это достаточно много. Самое главное, что есть дозатор. Вот, кстати, как смотрится еще скатерть со всех сторон, если посмотреть. Солнышко сейчас на нее падает. Вот такой отлив. В принципе, мне кажется, очень даже хорошо. Тоже пододеяльник мы тоже застелили жировлями. Они тут маленькие, более большие. Ну, в общем, сменили в постельную. И вот по подушкам, если смотреть, одна выходит вот такая, вот. Вторая более цветастая. Тут тоже самое, одинаковое. Короче, вот так. Все. Я вот сейчас застелила здесь пледом себе. Поставила новые подушечки. Ложусь и буду отдыхать. В принципе, качество хорошее, потому что бязь. Рисунок яркий. Честно сказать, я вообще первый раз покупаю такое постельное в таких тонах розовых. Обычно я какую-то классику, что-то белое с черным. Но что-то в этот раз думаю, я же девочка. Надо что-нибудь вот такое приобрести. Ну, вот. Короче, с покупкой меня. Знаете, что хотела дополнить про постель? Это то, что говорят, что если люди не застилают постель после сна, после ночи, все такое, то этого человека может ожидать в скором времени болезнь. Поэтому после сна обязательно нужно все застилать, чтобы ничего не оставалось. И тогда, ну, наверное, мы будем здоровы. Не знаю, недавно я это услышала. Не знаю, правда или нет. Но вот как-то это мотивирует все это дело застилать. Тем более плед такой удобный, мягкий. Ну, вот подушки я, правда, оставляю здесь. Я на них лежу, мне так удобнее. Сейчас расскажу интересную историю. У нас была, короче, люстра. Она весила очень много. Ну, во-первых, у меня люстра как бы дома висит. Мне особо не надо. Я ее решила выставить ВКонтакте. Там в специальной группе объявлений. Вот это все такое. Короче, открыла для этого личку. Личка у меня обычно закрыта. Понаписала кучу народу за эту люстру. Там уже чуть ли не начали драться люди. Ну, это я так, конечно, говорю риторически. Вот. Ну, я выбрала нормального кандидата, кто был действительно практически самый первый. Он написал в полседьмого утра. И вот сейчас он приехал с семьей. Забрали вот эту люстру. Там надо будет перетелывать. Короче, мы решили не заморачиваться. Решили просто отдать ее. Но просто суть. Вот такой вот опыт у меня был. Очень много людей хотели заврать. Я это понимаю. Я так в шутку сказала. Приходите, разбирайте. У меня что-то в коридоре. Там каждому найдется что-то. Ну, это я, конечно, шучу. Ну, так вот. Хорошо. Потому что я думала, что вообще никто не придет. А тут такой прям ажиотаж мне создали. Я, кстати, сейчас поняла, что я бы не показывала свою палетку новую. По-моему, она из Лондона, от фирмы Revolution. Что-то там. Это какая-то новинка. На самом деле приключилась какая-то ерунда. Мне кажется, что я снимала обзор, но он что-то удалился. Ну, короче, вот не тронутые еще тени. Мне кажется, эти оттенки очень хорошо подобраны под мои зеленые глаза. Так что даже не знаю, какую выбрать в первую очередь. Ну, очень красивая палетка. Я такую первый раз покупаю. Юля мне подарила такие две кисточки для теней. Спасибо ей большое. Сейчас я их как раз-таки использую. Честно сказать, я даже не знаю, какой цвет выбрать. Давайте золотистый, наверное. Ну, вот такой вариант получился. Это, правда, без туши. Но для дома пойдет. Боже мой. У нас тут чего только не летает. Еще звук такой издает. Вообще. А я выглянула в окно. Смотрю на небо. Глаза поднимаю. А тут какое-то... И оно. Я думаю, ну ничего. А вот так вот было дело. Вот так вот. Я такая... А-а-а! Что это? Кошмар! Как идти наверх? Да, я правда. Так. Мы идем в порядок. Магазин. Так. Тут много всего красивого. Полно часов. Кошечки декоративные. В общем-то... В общем-то... Порядок готовится к осени. Можно так сказать. Комоющие. Комоющие. Мне сейчас по 49. Мы вот взяли тележечку. Сейчас будем выбирать товары. Посмотрим. Посмотрим. Спортивная палатка. 1130. Короче, тут обновление по передвижению, можно так сказать. Классное кресло. Качалка, тем более. Вот так, в качестве. Бассейн один остался. Один нюш. Фламинго. Сейчас все вот это по акции, потому что лето заканчивается. Вот эти всякие. Ну, короче, это нам ничего не надо, вроде. Мы идем так. Кресло это? Нет. На доношке. А, на доношке, да. Тут вообще полно всего. Смотри, для пруда твоего. Сколько всего. И цветы вот эти. Я сейчас к ним вернусь туда. Короче, сейчас вечер. Конечно, на роду вроде как есть. Вот эти очень красивые. По 375. Они такие в горшочках. Прикольные. Ну, вот эти. Вообще для букетов. Идеально выглядят, как по мне. Мы начнем отсюда. А то мы вечно всегда туда. А сейчас решили наоборот. Так, ну здесь нам как бы нет. Фигурки нам точно не нужны. Хотя они красивые. Вроде как. Правильно? Вот. Вот эту подставку я смотрела на сайте. Она достаточно тяжелая. Познавая. Хотя нет, она не такая уж и тяжелая. Она такая уж и тяжелая. Хотя я хотела под цветы. Но я не знаю. Конечно. Легкая оказалась. Здесь так же сушки. Ну, я такой стиль как-то не очень люблю. Мне кажется, странный он какой-то. Вот в котейке еще ничего. Ну, заборчик. Ну, здесь твоего нету, да? Здесь какой-то сэдэк. Плохо то, что у них нет выбора других. Ну, это надо смотреть. Авторский какой-то поиск тоже вон есть. Ну, в любом случае. Сними. А че ты? Ой, здесь прямо живет аж. Всякая бурда, короче. Мне это не очень интересно. А че ты будешь смотреть? Зачем? Закажешь те, которые ты хотела. Пошли. Я считаю, что надо сразу нормальное брать, а не фигню. Так, это все для сада. Боже. Тут сюда. Какие-то штучки. Наборчики. В общем-то, да. Я думаю, что свою влоговую часть я здесь закончу. А обзор, наверное, вам отдельно сниму. Чисто по магазину. Вот. А вот они еще. Потому что я искала. Вот такие вот. Вот для дома, я не знаю. На узкие вот эти. Ширина узкая. Ну вот, хорошо. Дома так расположить цветы. Хорошо, ребятки. Увидимся в отдельном видео по порядку. Короче, прямое включение с магазина порядок. В общем, растворство. Я особо ничего не смогла найти то, что хотела. Поэтому, не знаю, вернулись сейчас в посуду. Может, что-то здесь еще посмотрим себе. Сейчас возьму горя-пепельницу. Пойду курить. Ну, блин, это вообще... Капец. Ну, пойдем еще что-нибудь пузыркаем. Кружечка. Круженцы. Переливаются. Конечно, расстроена. Ну, между прочим, красивая кружка. Эти, конечно, просто бомбезные. Крутые. Но они и стоят 750 где-то. Вау. Наборчики крутые. Мы вернулись вот сюда. Хотим еще тут проглядеть. Может, по второму кругу. Красивая ваза. С декором так. Цветочки. Тут сейчас пойдут. 132. Да, рамки здесь тоже выгодно брать. Здесь у нас красота в городе. Вышли мы с порядка. Ну, короче, жалко. Пошли. Пошли, пошли. Пусть. Они стоят все равно. Ну, что, у них красный, что не идти? Ну, нам тоже стоять. Ну, пошли. Да ладно, да ладно уже 10 секунд уже все. Я просто боюсь автобус пропустить. Поэтому спешу. Теперь типа послушный гражданин. Типа идешь, как все. В общем, идем на остановку. Блин, у нашего пока и нету автобуса. Короче, не очень вылазка, потому что многих товаров нет, а это жалко. Да. Сейчас будем долго ждать, наверное. Прыгать будем, господи. Так что да. Черний город. О, стадион труд. Видишь? Даже говорит. Смотри, с подсветкой. Следующая остановка. Не пола в двор. Не стильщик. О, как говорится. Ну все, ребятки. Буду прощаться. Ст��� 지나ст.